Про праздник введения во храм Пресвятой Богородицы принято говорить, что в этом дне встречается Ветхий и Новый Завет. Символическая глубина священных текстов охватывает основные сценарии человеческой жизни. События дня введения подобны моменту истины, которая случается почти с каждым, моменту выбора и определения судьбы. Преодолевая 15 ступеней, ведущей в святыню, где когда-то хранился ковчег Завета, Дева Мария воплощает в себе ковчег, несущий Новый Завет. Соединяются те ожидания людей, которые были в Ветхом Завете, с Новым Заветом. И вот те пророчества во множестве, которые привлекались в Ветхом Завете об этом событии, они исполняются. В этот день начинается подготовка к Рождеству Христову. В первый раз на богослужении звучат рождественские песнопения. И по мере приближения к празднику, частота звучания этих песнопений будет увеличиваться. Каждый из нас приходит в храм Божий. И каждый из нас должен понимать, что он приходит не просто в помещение, не в какое-то здание, а приходит именно в гости к Богу. Потому что храм – это дом Божий. И вот мы должны постоянно не забывать о том величии, которое здесь есть, о том присутствии Бога, который здесь есть. И должны действительно себя к этому готовить, подготавливать и стараться не выпускать из себя то, что мы здесь получаем. Родители Марии исполнили обет, данный Богу в знак исцеления от бесплодия. Зайдя трехлетней девочкой в храм, Богородица осталась там, пока ее не обручили с праведным Иосифом. Самое главное, что мы должны из этого события, как бы для себя прояснить, то, что Пречистая Богородица была таким же человеком, как и мы. Вот. Ей была дана чистота. Вот. Ну и каждому из нас в крещении святом дается чистота, дается все то, что, ну как бы мы потом можем приумножить нашей жизни. Но, к сожалению, очень часто мы в своей жизни это не приумножаем, а наоборот губим. Вот. И вот Пречистая Богородица, она себя полностью осветила. Хотя у нее тоже, наверное, были соблазны. Но она настолько свою жизнь содержала чистой, непорочной, что даже все искушения, все соблазны, они к ней даже не могли приближаться. И вот мы должны, прежде всего, этому Богородице учиться. Учиться правильному выбору жизни, учиться тому служению людям и Господу, который у нее был. Потому что цель жизни каждого из нас – это прежде всего найти гармонию со своим, с самим собой, своим сердцем, найти гармонию со своей совестью. А это сделать практически невозможно, если мы не будем взирать именно на праведную жизнь, которая была у Пречистой Богородицы, которую нам Господь рвал Евангелие. Поэтому в этом событии, конечно же, мы должны учиться этому служению и самоотказу от самого себя. Григорий Козлов, Александр Тестов. Новости Латкарина.